Всем привет, с вами NFT Stars и, как обычно, начнем с небольшого напоминания. 16 сентября в 10.00 по времени UTC стартует новый эксклюзивный аукцион на платформе NFT Stars. В этот раз выставляется работа Лиманчелло. И перед этим событием у нас сегодня в гостях создатель этой работы, художник Владимир Цеслер. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились сегодня к нам. Хотели поговорить бы с вами о вашем творчестве и о работе Лиманчелло в целом. Расскажите, пожалуйста, немножко о своем творческом пути. В каких выставках и бейнале вы участвовали? В творческом пути я, собственно, смотря на возраст, как-то так еще, мне кажется, не совсем определился. Потому что меня так немножко кидает. Это достаточно разнообразное увлечение. Это была графика, плакаты. Это пластика, скульптура, объекты. Да бог вовы, есть еще там майки и все, что угодно. Но был ряд выставок, в которых, допустим, я в них участвовал. Это ряд выставок, ряд бейнале, скажем, плаката. Всевозможные были выставки с объектами, но были выставки с живописью. Ну, каких? Ну, вот мне повезло. Была выставка в музее Пушкина в зале частных собраний в Москве. Была выставка в Санкт-Петербурге в русском музее. Было какое-то участие в пейнале. Ну, ряд работ находятся в каких-то музеях. Я, в общем-то, даже за ними и так не очень слежу. Я недавно проверял документы, и у меня даже наград там заглядали. В общем-то, их уже, наверное, половина нет. Ну, как-то так не собиралось. Вот, поэтому какой-то такой путь, но он существует сам по себе. Дневни выставок. Вот, и он как-то идет сам по себе, даже, мне кажется. Я не прекращаю работать и постоянно. Так что это так коротко. Ну, супер. Вы попробовали, получается, себя и в живописи, и в создании плакатов, и в графике, и в скульптуре, и в промышленном дизайне. И вот сейчас пришли к NFT-искусству. Скажите, вот что подтолкнуло вас попробовать новое для себя направление? Ну, во-первых, так скажем, вот с появлением меня компьютера, а это уже, так благо, более 20 лет, вот пришло к тому, что было создано очень много материала и работ именно в цифровой технике с использованием, скажем, компьютера. Это те работы, которые ты не можешь их трогать, но они существуют. Ну, к ним пришли, вот, допустим, из плаката, был некий объект, и мой объект потом, допустим, он снимается, и он появляется в цифре. Ну, больше уже объекта этого нет, но пока-то существуют и цифровые вещи. Ну, что отрадно, что с появлением интернета вообще, в общем-то, на самом деле, необходимость в выставках, она как-то немножко угасает, потому что, наверное, это удобнее через интернет показывать и смотреть, и ловишься на мысли, что если ты хочешь что-то узнать, ты хочешь интернет, и вот весь мир перед тобой открыт. Ну, что подтопнуло, то, что, во-первых, это очень интересная позиция, это очень много, скажем, молодых людей, которые пробуют себя, они становятся в ряд, полный ряд со всеми людьми, художниками, не художниками, и он вдруг хочет стать художниками, это на здоровье, это может случиться вот сейчас, сегодня, потому что в нем это заложено. И вот это большое подспорье для молодых людей. Ну, а почему сам? Ну, думаю, о чем я хуже? Я тоже попробую себя к этому результату подойти. Действительно, цифровой мир, он все-таки расширяет границы. На аукцион на платформе NFT Stars вы выставляете работу Лимончелло. Расскажите, пожалуйста, какой посыл вы хотели бы передать этой работой? Ну, во-первых, о том, как она была создана. Это мы с художником Русланом Вашкевичем были в Италии, и там нас просто как-то чудно пригласили на остров Мурана, где это, ну, не родина, а вообще, это центр стекла. То есть вот и мы нам предложили сделать какие-то работы. И это интересно было, перед тобой, наверное, как школьная доска, и все кмело. И ты человеку, который вот стоит рядом с тобой, мы, по-моему, звали Силиана, ты рисуешь эскиз, и вот он по нему, и он выдывает, делает. Вы сами были работами, а я тоже. Ну, и вот мы попробовали сделать. Ну, и когда эта вот работа, это женская грудь, вот она на основе льда, и я себе представлял, да, что Лимончелло – это напиток, это ликер на основе, по-моему, водки, лимонный. И вот эта масса льда, в которую вставлены два лимона, и потом, когда меня спросили, как она называется, а Лимончелло – это, вот это и есть ликер, но у него вот это название мужское начало. Я сказал, что, ну, это, видимо, будет Лимончелло. И вот когда я сказал Лимончелло, это был хохот такой, что такого слова нет, это новое такое, это производство. Это такое десертное, наверное, если я бы не сказал, согревающее женское начало, и она вот живет сама по себе, вот так скажем. Но Лимончелло – это все-таки работа 2005 года. А почему вы выбрали именно ее? Почему не что-то более позднее? Ну, дело в том, что, вот скажем, сейчас очень, не то, что модно, а вот, скажем, нужно обязательное условие, чтобы работа состоялась, и с ней нужно что-либо сотворить. Ее можно, не знаю, разбить. Мне почему-то так не хотелось. Иногда работу чаще съедают, потому что мне очень нравится. Она для этого, собственно, сделана. А вот здесь такая ситуация, что этой работы больше нет. Она осталась в итальянцах. Я ее больше никогда не увижу. А у меня только осталась только хорошая фотография. Вот и все. Была на выставке реплика, которую пытались сделать из-за кривата. Но все-таки фотография, которая выставлена, это сделано в тот период. Виталий, как бы, и... Ну, что интересно, что этой работы нет. Ну, для меня так точно больше нет. Вот, и она как-то живет вот этой жизнью. Почему эта работа? Ты не знаешь, почему. Наверное, это... Почему бы нет? Тогда она получается поистине уникальна на платформе NFT Stars. Да, такая история такая подходящая как раз. А вот каких результатов вы ждете от аукциона? В дальнейшем планируете ли еще выставлять работы? Да, потому что это... Это же та платформа, которая позволяет художнику заявить как-то о себе. Во-первых, это выставка большая. Независимо от результатов, это очень нужное дело. И особенно, я уже говорил, что это для молодых авторов, для начинающих просто потрясающе, что это сегодня существует. То есть они могут стать ими ну, вот, в один ряд с большими художниками. Здесь же прямо, вот, и эта скоростная история, вот, что на меня больше всего завраживает. А чего я жду, это не обязательно. И вне зависимости от того, будут результаты или нет, я все-таки буду стараться показываться на NFT, потому что... Вообще, у меня вообще... По-моему, я всю свою жизнь последнюю я только сделаю для работы в цифре. И мне это очень нравится. Больших вам успехов в вашем дальнейшем творчестве и большой удачи на нашем аукционе. Спасибо еще раз, что присоединились к нам сегодня и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok